Новый год это не только елка, подарки, каникулы, это еще и гости, встречи с близкими и, конечно, большие застолья. Именно на такой теплый праздник, как Новый год, мы готовим самые вкусные, самые любимые блюда. Наша съемочная группа провела предпраздничный опрос и узнала, какое у тверетян любимое блюдо на празднике. Самым популярным блюдом на новогоднем столе россиян остаются салаты, среди которых и традиционные оливьи, свидетельствуют данные исследования сервиса правильного питания. Второе место также, без удивления, занимает селедка под шубой. Это традиционное русское блюдо считают изюминкой новогоднего застолья, больше четверти опрошенных. А какое же любимое блюдо у жителей Верхневожья мы спросили у них самих на главной улице Твери. В нашей семье это хинкаль. Хинкаль? Да, ну, да. А сколько примерно у вас новогодний стол обходится по стоимости, не знаете? Если честно, никогда со мной этим не делились, но я думаю, там примерно тысяч, десять. Пятнадцать. Наверное, оливье, скорее всего. Это традиционное такое блюдо, которое у всех на столах. А какое самое необычное блюдо на вашем столе стоит, если есть такое? Стандартное такое, не как у всех. Ну, это как бы утка в яблоках. Холодец. А почему именно холодец? Ну, не знаю, у меня все в семье его любят. Я могу сказать так, на этот Новый год я готовлю четыре салата. Оливье до одного ребенка, селедка под шубой для мужа и второго ребенка, салат крабовый до третьего. А для себя, любимый, я готовлю салат с кальмарами, красной икрой и яйцем и меменезом. То есть у вас для каждого члена семьи свое блюдо? Да, у нас это вот. Сколько примерно у вас выходит по стоимости новогодний стол? Ой, честно говоря, я не знаю. Но вот вчера я покупала все на новогодний стол, кроме кальмаров, получилось пять тысяч. Салат, да. Салат любите? Люблю. А что любят в вашей семье дети, допустим? Сладости. А много сладостей разрешаете кушать? Ну, разрешаем. Ну, не разрешаем, но ест. На новогоднем столе все, что дают, то и едим. Всеядный человек. Ну, мама готовит очень хорошо, поэтому она делает и селедку под шубой, и делает оливье, как всегда. И мы сами готовим мясо, и курицу, и многое другое. Как можно заметить, многие любят традиционные оливье, но есть и те, кто предпочитает на Новый год что-то из восточной кухни. Например, хинкали. Ну, а средний ценник новогоднего стола чаще всего варьируется в пределах пяти-десяти тысяч рублей.